привет господа пчеловоды сегодня 5 октября и у нас значительно похолодало это последние деньки я думаю что одиннадцать десять градусов и светит солнце на следующей неделе уже будут идти дожди к нулям нули то уже сейчас минусы но будут уже и минус 2 минус 3 минус 5 но это со следующей недели и сейчас вот вот возникают такие нюансы хитрожопости страны это мои хитрожопости никого не заставляю никого не учу кто хочет пробует кто не хочет продолжает дискутировать и делать мне замечание значит а вот видите лода да вот она он там чуть-чуть еще сироп остался вот мертвые пчелы это лода от малышей это вот например вот малыши матка которая начала сегодня сеять но по каким-то причинам они не берут сироп просто тупо не берут сироп сказать что это назематоз я не могу вот видите сироп уже две недели стоит три недели стоит они еле 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 душа в теле это берут но эта семейка вон она вон та дальняя они три-четыре недели не могли взять 5 литров хотя матка молодая начала хорошо я кстати этот отвода который я вам показал от большой семьи вон от большой семьи сделал отводок матка начала сеять я добавил еще пару рамок с расплодом семья смотрится хорошо но вот сироп не берут не берут старая семья от которой отдел отводок они поначалу не брали сироп тоже сосали сосали вот эта фишка то что сироп начинает закисать и они начинают по какой-то причине его брать знать не знаю что там происходит почему они берут кислый сироп не берут свежий сироп но вот эти малыши они уже не смогут потому что сегодня ночью будут заморозки и следующей неделе всю неделю будут дожди и заморозки и так в чем хитрожопость вот он этот сироп вот я от них забрал вот эту бадю вылил сюда это сильная семья футфу не сглазить она уже закормлена под самую завязочку в чем моя хитрожопость вот здесь а две рамки с медом я чуть-чуть толкнул и третью рамку я поставил пустую матка находится с этой стороны вот эта фишка то что я вам говорю в августе месяце две рамки слева и две рамки справа играет очень хорошую роль сегодня когда вы открываете семьи то вы видите где матка а с другой стороны уже расплод вышел и они его забили и поэтому в зиму семья пойдет сюда на мед в некоторых случаях бывает наоборот здесь а скопление пчел а здесь а пусто и семья начинает движение в эту сторону но в чем фишка то моя странная хитрожопость вот он прокисший мед вот я налил убрал мертвых пчел налил это рамка которая пустая во первых вот эта хитрожопость то что почему они берут с удовольствием кислый мед сегодня и не берут свежий мед для меня остается загадкой и эту загадку я вам подкидываю хотите гадайте хотите не гадайте если вместе будем думать может быть к чему-то и великому прижмемся а не будем думать так и останется странный пчеловод со своими странностями без райов и без воротоза на сегодняшний день все пчеловоды которые дотянули до сегодня и уже закормили все у вас уже семьи сидят открытые семьи сидят открытые вот например семьи которые уже закормлены и они вот видите кормушку убрал и вот они вот они сидят теперь будут сидеть до минус пяти до минус пяти минус десяти вот в таком виде но что вам надо сделать вам сегодня надо сделать обработку я делаю обычно отводки вот те отводки которые я делаю вот эти главные си это тоже отводок наверное я его тоже брызну щавелькой щавелька один литр воды один килограмм сахара и 075 щавельной кислоты но я делаю 04 без сахара щавелька не действует ни в каком виде я делал много опытов когда вы делаете щавельку без сахара такое впечатление что у вас нет воротоза но когда вы делаете с сахаром воротоз оказывается есть поэтому эта наука шведов работает она отлично и те кто до сегодняшнего дня не делал никаких обработок я еще раз призываю вас пчеловодов нет не берите грех на душу не пытайтесь доказать что у вас странные пчелы потому что у странного пчеловода это наука больше 45 лет и даже в этом случае бывают семьи которые по каким-то причинам я обрабатываю вот сильные семьи сильные семьи я не обрабатываю ничем и не буду обрабатывать а вот слабый это вот слабая семья слабая семья и слабая семья и поэтому я ее щавелькой брызну один раз в год октябрь ноябрь месяц 20 числах октября я брызну их щавелькой и буду спокойно ждать результат и так вам понятно что странное пчеловодство странно лишь только тем что есть нюансы при которых воротоза нету и так хитрожопость в том что вот он этот прокисший мед прокисший сироп делаю я один к одному или же например килограмм на литр воды я делаю кило 200 кило 200 максимум кило 100 кило 200 сахара это максимум и поэтому этот сироп вот если это делать без без растений он будет стоять до следующего года а так как там заварены лекарственные ну как лекарственные вот черемуха вот шиповник там крапива там же и веточки сосны и все остальное и поэтому это снадобье она пропадает очень быстро она в течение трех максимум недели если пчела не взяла то он начинает закисать и поэтому вот сильная семья сейчас получает кислый мед на одну рамку на целую рамку они заберут этот кислый мед и вот она еще одна та профил странная профилактика при котором странным образом прекрасно зимует пчелы без воротоза без этих без этих норовоучений которые сегодня блогеры говорят что вы неправильно обрабатываете от воротоза что вы не те лекарства суете что вы делаете не те эфирные масла и вот это бла 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 и и получается что бедные пчеловоды в очередь становятся к этим рой блудом которые вам лапшу на уши вешают сегодня вы уже в очереди нам новые пакеты потому что по их ним советом по их ним советом у вас исчезают семьи и уже сегодняшнего дня у этих ребят кошельках начнут оседать денежки которые я очень-очень плодотворно действует на них и поэтому лапшу они вам особенно вот эти пердилы бородатые это такие умнички у ханый бабай какие они сказки вам поют это просто это просто шедевр и вы бы так и будете травить пчел и задавать им же вопросы а почему у меня испарилась семья и они будут продолжать из года год рассказывать что не то что не те эфирные что вы неправильно ставите полоски что не в то время уже вы говорите что я же проверял я же проверял наличие воротоза там нет воротоза почему же семья то осыпалась она превратилась кисель и они вам подробно объясняют ой 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 вот чуть-чуть бы и было бы хорошо но это хорошо что ты мне позвонил и заказал у меня пчел теперь у меня работы прибавится лапшу вам гнать на уши и мои кошельки будут трескаться от этих денег так что продолжайте в толпе слушать этих рейблудов желаю вам хорошей зимовки а странный пчеловод будет продолжать вам петь странные песни так называемые хитрожопости так что пока пока всем привет